В эфире программа «Актуальное интервью» студии Ольга Руслова. Здравствуйте! Единый государственный экзамен по русскому языку – один из самых важных для выпускников школ. Это обязательное испытание, от результатов которого зависит дальнейший выбор высшего учебного заведения абитуриентом. Как подготовиться к ЕГЭ по русскому языку, что необходимо учитывать, чтобы результат был успешным. Об этом поговорим с Ольгой Бараненко, методистом гуманитарного цикла Ненинского регионального центра развития образования. Здравствуйте, Ольга Николаевна! Добрый день! Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, когда появился и когда сдавали первый экзамен Единой государственной по русскому языку? Ну, многие думают, что ЕГЭ впервые начали сдавать в 2005 году, и у нас в Ненинском автономном округе он действительно состоялся в 2005 году. На самом деле, намного раньше. В 2001 году уже в пяти регионах по восьми предметам 30 тысяч обучающихся писали ЕГЭ. Ну, и в дальнейшем, с каждым годом, конечно, большее количество регионов тоже, значит, обучающихся этих регионов тоже писали ЕГЭ. В 2005 году, конечно, это уже стало массовое написание единого государственного экзамена. И хотя вот в 2004 году я еще работала в Архангельске, в одной из крупных школ, в школе номер 20, и мы уже участвовали в порядке эксперимента в 2004 году. Вот. Ну, и, конечно же, были изменения на протяжении всех этих пяти лет. В начале, когда, конечно, только ввели, вот я сама помню, у меня 11 класс, 2004 год, конечно, была паника, как подготовить детей качественно, и достаточно были сжатые сроки. Вот. Но далее, и мы, конечно же, не было столько информационных ресурсов, не было столько сборников, пособий, поэтому в основном повторяли всю орфографию и пунктуацию. Затем, в последующие годы уже этот ЕГЭ стал обязательным для всех, ну, и впоследствии можно было наблюдать разную реакцию. То есть, в начале, конечно же, многие сопротивлялись, и мы знаем, что ректоры некоторых вузов были против ЕГЭ и вводили дополнительные испытания для абитуриентов. Вот. Также, если ранее обучающиеся, те, кто получил золотую медаль, могли не сдавать экзамен, то впоследствии они тоже вместе со всеми обучающимися также сдавали единый государственный экзамен. Также хочется отметить, что с 2010 года вносились изменения в формат экзамена, добавлялись какие-то задания новые, менялась критериальная база оценивания. И, кроме того, с 2015 года обучающиеся могут также получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения к тем баллам, которые они заработали на ЕГЭ. Это могут быть баллы за итоговое сочинение, баллы за золотую медаль, да, ну вот раньше золотая медаль, теперь медаль за особые достижения. Также за победу во Всероссийской Олимпиаде школьников, значок ГТО. Ну и обучающиеся СПО, те, кто окончили с красным дипломом, они тоже могут получить дополнительные баллы. Поэтому вот эти все изменения, конечно, приводят к тому, что, конечно же, каждый педагог должен быть в тонусе, следить за теми изменениями, которые происходят, изучать спецификацию, кодификатор с тем, чтобы качественно подготовить обучающихся к сдаче единого государственного экзамена. Ольга Николаевна, а что из себя представляет экзамен по русскому языку, единый государственный, и какие особенности у него есть? Дело в том, что раньше, как и большинство других экзаменов, это были в основном тесты, была часть А, часть Б и часть С. Сейчас единый государственный экзамен состоит из двух частей. Первая часть – это задание с кратким ответом, и здесь ребята должны самостоятельно сформулировать ответ, либо выбрать тот из предложенных, который считают правильным. Ну и часть вторая – это сочинение с развернутым ответом. Значит, ребята пишут сочинение по тексту, который им предложен. Вот той угадайки, о которой многие думают, ее сейчас здесь, конечно же, нет, потому что к каждому заданию необходимо тщательно готовиться, и причем быстро невозможно подготовиться, то есть эта работа идет на протяжении многих лет. И если говорить об изменениях этого года, то тоже в этом году, конечно же, были изменения. Это ввели первое задание новое, оно связано со стилистикой, со стилистическим анализом текста. Кроме того, расширен диапазон материала языкового в задании 16 и в задании 19. Кроме того, эксперты, когда будут оценивать сочинения, они обратят внимание на те изменения, которые введены в связи с оценкой работ от 70 до 150 слов. Ну и хочется сказать, что команда экспертов у нас уже проверенная. Не первый год эксперты проверяют, они проходят курсы обучения, квалификации. То есть всегда перед проверкой идет согласование работ с тем, чтобы качественно и объективно проверить каждую работу. Ну и я вот еще не сказала о том, когда рассказывала о истории появления единого государственного экзамена, в связи с чем он был введен. Но в связи с тем, чтобы обеспечить разные возможности для обучающихся, чтобы любой ребенок из любого села, из небольшого города мог также поступить. И в ВУЗ. Ну и кроме того, это было введено в связи с тем, чтобы была ясная, точная, единообразная проверка экзаменационных работ. То есть исключить всякую субъективность. Что касается заданий единого государственного экзамена, то я вот сегодня уже сказала, то есть первое задание это будет на стилистику. Нужно будет посмотреть, определить, к какому стилю относятся текст, его языковые особенности, грамматические особенности. Второе задание осталось прежним. Необходимо будет вставить либо производный предлог, либо наречие, либо вводное слово по смыслу в тот фрагмент текста, где будет пропуск. И это задание представляет важным, потому что оно учит логически мыслить, и вот необходимо действительно подобрать такое слово, которое органично впишется в контекст. Кроме того, оно и проверяет знания морфологии, потому что в каких-то заданиях необходимо будет выписать производные предлоги, нужно иметь представление, что такое производные предлоги. Где-то вводное слово, где-то личное местоимение, указательное местоимение. Поэтому оно еще и проверяет знания основ морфологии. Третье задание – это работа со словарной статьей. Дается многозначное слово, и обучающимся необходимо выбрать одно из значений этого слова. Ну, я думаю, что эта работа, в принципе, не должна испугать наших обучающихся, потому что на уроках русского языка они при изучении раздела лексика работают с разными видами словарей. И в Олимпиады мы тоже такие задания обязательно включаем. Кроме того, вот хотелось бы как раз упомянуть, что в этом году как раз юбилеи Владимира Ивановича Даля. И в связи с этим и в Олимпиадные задания были включены, как раз задания, связанные со словарями. Четвертое задание проверяет орфоэлпические нормы. Это ударение. Я считаю, что это задание пригодится... При подготовке к этому заданию, во-первых, нужно посмотреть орфоэлпический словарь, который размещен на сайте Федерального института педагогических измерений. И, готовясь к этому заданию, ребята сами откроют и узнают для себя произношение многих слов. Потому что ни для кого не секрет, что по тому, как человек говорит, мы оцениваем его в целом. Есть такая фраза «заговори, чтоб я тебя услышал». Неправильное произношение, оно всегда режет слух, раздражает окружающих и свидетельствует о том, какой в целом грамотностью обладают говорящие. Очень часто приходится слышать, как особенно неправильно говорят глаголы, вот, например, да, говорят «включат», а нужно «включить». Да, ну, лошадь это уже в другом задании будут проверять, вот. Ну, и включены, в принципе, все те слова, которые часто мы используем в речи. Это «договор», это «звонит», «включит», вот, которое я говорила. Ну, вот, в частности, в демоверсии 22-го года тоже представлены достаточно распространенные слова. Это «красивее», «заняла» и так далее. То есть, ребята будут готовиться одновременно и к экзамену, ну, и к будущей жизни, можно так сказать, когда им придется устраиваться на работу, вести диалог с работодателем, и в том числе по речи он будет оценивать, насколько грамотный, компетентный сотрудник. Далее хотелось бы сказать, что следующее, пятое задание, оно проверяет знания паронимов. И тоже, чтобы легче ребятам было готовиться, размещен на сайте словарь паронимов. И также они могут для себя многое почерпнуть. У нас одна из самых распространенных ошибок – это «представить» и «предоставить». Да, вот часто путают документ «предоставить» или «документ представить». И вот, готовясь к экзамену, ребята, я думаю, что будут знать, как правильно говорить. Как правильно? Мне просто тут однозначно, что документ «предоставить». Потому что «представить» – «представить»? То есть «предоставить» квартиру, например, отдать в пользование и «представить», то есть «предъявить документ». Ну, также слово «многозначное» – то и другое. То есть «представить» еще можно к награде, а «предоставить» – решать самому. Поэтому вот как раз сложные случаи, они и проработают, готовясь к экзамену. То есть чем отличается абонемент от абонента, ну вот, как я уже сказала, «представить» от «предоставить», «эффектный» от «эффективный», и «глинистый» от «глининый». И в словаре паронимов размещены очень, на мой взгляд, новые для детей слова, с которыми, я думаю, они и не сталкивались. Вот, например, слово «деляческий», я думаю, что они значение этого слова откроют для себя, когда будут готовиться. Поэтому «деляческий» – это означает «связанный с практицизмом», то есть когда подход вот именно основан на практицизме. Есть еще ведь «дельный», да, а вот кроме того, «деловой» паронимы, и еще и добавленный «деляческий». Никогда не слышала это слово вообще, и в литературе не встречала. Наверное, потому что не сдавали единый государственный экзамен по русскому языку, потому что вот тот пласт, который, да, необходимо освоить, он достаточно широк. А можно вообще подготовиться без привлечения репетиторства, каких-то онлайн-лекций? Возможно вообще подготовиться к этому? Я думаю, бесспорно, возможно. И у нас вот каждый год на сайте публикуется выступление учеников, которые написали на высокий балл, и многим вполне хватило школьной подготовки. Ну, я думаю, что эти дети, конечно, много занимались самообразованием, но, да, здесь каждый выбирает для себя свой путь, то есть как ему легче подготовиться, да. Кто-то действительно и онлайн-курсы использует. Очень много сейчас различных порталов дети решают на сайте Федерального института педагогических измерений, где есть как раз конструктор решения заданий. Решу ЕГЭ, очень много пособий, причем пособия в целом для отработки всех заданий, и есть пособия, например, по написанию сочинения. Поэтому материала очень много, вот главное это желание, желание ребенка качественно подготовиться, сдать на высокий балл, чтобы потом впоследствии осуществить свою мечту и поступить в тот вуз, который вот именно он хотел. Шестое задание, шестое задание проверяет лексические нормы, и здесь обучающемуся будет представлено два варианта заданий. Это первое задание, исключи лишнее слово из предложения, а второе задание замени, неверно употребленное слово. Что касается исключи лишнее слово, это ошибки, связанные с повтором. Есть ошибки, когда ребята просто повторяют какое-то слово несколько раз, да, и вот эта речевая ошибка, мы ее так и выносим, связанная с повтором. Есть тавтология, то есть когда рядом употребляются однокоренные слова, ну, хрестоматийный, всем известный пример, масло масляное, в рассказе рассказывается, в повести повествуется. И есть ошибка, которая называется плеоназм, это употребление лишнего слова. Зачастую мы говорим и даже не подозреваем, что здесь есть ошибка. Например, прескурант цен, да, зачем слово цен, если прескуранте уже перечислены цены. Или местный абориген, поднимайся наверх. Коллега по работе. Коллега по работе, спускайся вниз. Ну, какие еще можно привести примеры. Молодая девушка и так далее. Поэтому это, вот это задание, оно полегче выполняется, чем задание, связанное с заменой. Потому что здесь нужно знать и фразеологические какие-то единицы, и лексическую сочетаемость. Седьмое задание проверяет морфологические нормы. И здесь представлены разные словоформы. Это существительные, ну, например, профессора или профессоры, то есть ребенку нужно выбрать договоры или договора, то есть в какой форме поставить. Кроме того, здесь проверяются словоформы числительных. Очень часто слышишь по телевидению или по радио около 400, хотя правильная форма около 400. Кроме того, здесь могут быть предложены порядковые числительные, собирательные числительные. Ну, и наибольшую сложность вызывают глаголы, то есть когда жжет или жгет. Ну, вот тот глагол, который вы уже употребили, да, мы знаем, что ложит, нету такого слова, есть положить или класть. И я думаю, что попроще ребятам выполнять задание, связанное со степенью сравнения прилагательных. То есть когда более легкие, а не более легче, например. Восьмое задание, когда его ввели, я думаю, что испугались и учителя, и дети, как готовить. Потому что мы в школьном курсе русского языка не сталкивались с ситуацией, когда нам нужно было определять грамматические ошибки у предложений и классифицировать предложения в зависимости от ошибки. То есть как выглядит это задание? Здесь обозначены виды грамматических ошибок, например, неверное употребление подлежащего со сказуемым, неверное употребление однородных членов, предложение с дипричастным оборотом. И обучающимся предложено 9 предложений, 5 из которых неверных, а 4 верных. И вот ребята должны соотнести, найти предложение с грамматической ошибкой, классифицировать его, определить вид этой ошибки и потом установить соответствие. И на мой взгляд, одними из сложных являются два вида предложений с ошибками. Это с однородными членами, например, она гордилась и удивлялась ему. Да, гордилась кем, а удивлялась чему, да, или кому. Поэтому вот часто обучающиеся не видят ошибок в таких предложениях. И ошибки, связанные с употреблением производных предлогов. Можно услышать и на улице, и еще где-то, когда говорят по окончанию, по завершению, по приезду. На самом деле эти формы неправильные. Верно говорить по окончании, по завершении и по приезде. Вот особенно по приезде детям кажется необычно и непривычно произносить именно так. Но это на самом деле абсолютно верное произношение этих производных предлогов. Одними из самых сложных заданий являются задания по орфографии. Это задания с 9 по 15. В этих заданиях нужно произвести орфографический анализ текста. То есть нужно... Девятое задание проверяет корни. И ребятам могут быть предложены слова с безударными проверяемыми гласными, безударными непроверяемыми и чередующимися гласными. Готовясь к экзамену, тоже и к этому заданию непосредственно необходимо вспомнить чередующиеся корни, также вспомнить исключения. И затем, когда уже ребенок будет выполнять, он будет классифицировать эти слова и определять, здесь проверяемое гласное или непроверяемое, или чередующиеся. И выполнять задание в зависимости от формулировки. То есть если просят выписать один ряд с чередующимися, там, вернее, не один, да, просто ряды с чередующимися, значит, соответственно, он выбирает и выписывает то, что заявлено в задании. Бывают достаточно сложные случаи, связанные с отдельными чередующимися корнями. Ну, например, коскас, да, прикоснуться – это чередующийся корень, а коса – это уже проверяемый. Поэтому вот эти сложные случаи педагоги тоже отрабатывают с детьми. Или, например, еще один случай – загорать чередующийся, а гора, горный, горе – это уже проверяемый. Сложность также представляют и чередование с «и», когда «им», «ин» чередуется с «ая» – занимать, занять, зажимать, зажать. Вот, поэтому процент выполнения этого задания не очень высок, потому что действительно оно сложное. Десятое задание проверяет знание приставок и разделительного твердого и мягкого знаков. Здесь будут предложены различные группы приставок. Это приставки неизменяемые, такие как «на», «за». Это приставки «назэ» и «эс», ну, например, «бессердечный», «беззаботный». И вот тут часто бывают ошибки, когда слово начинается с «не», «несгораемый». И ребята начинают применять правила, думая, что перед «звонкой» пишется «звонкая» и пишут после «не» – «зэ». А на самом деле это две приставки, а как мы знаем, приставки «зэ» не существует. Также это могут быть приставки «при» и «при», которые изучаются еще в шестом классе. Вот, но здесь тоже сложность в том, что часто дают слова, которым трудно применить какое-то значение приставки. Например, приближение или присоединение, как в словах, например, «приплыть», «приклеить», «неполнота действия», например, «прилечь». А даются слова, например, «преодолеть», «неприхотливый», «камень преткновения». И вот к этим словам как раз сложно применить уже известное детям правило на знание значения этой приставки. Приставки даются также слова «и» и «ы» после приставок, да. Например, «безидейный», ну и здесь одни из самых сложных слов – это «взимать», «изымать» и целый пласт приставок иноязычных, которые не подчиняются этому правилу. И вот «и» как раз не переходит в «ы». Например, «сверхинтересно» мы пишем «и», а «безидейный» пишем «ы». И «разделительный твердый» и «мягкий знак». То есть здесь, в принципе, тоже это правило в школьном курсе русского языка достаточно подробно изучается. Одиннадцатое задание проверяет знание суффиксов различных частей речи, суффиксов прилагательных, существительных, глаголов. Двенадцатое задание – личное окончание глаголов и суффиксы причастия. Вот эта парфография – одно из самых сложных заданий. Низкий процент ребята показали как на уровне России, так и вот у нас тоже процент выполнения этого задания недостаточно высок. Поэтому вот я думаю, что к нему нужно тщательно подготовиться, и тем более, когда ребята будут писать сочинения, они тоже будут употреблять и глаголы, и причастия. И вот здесь как раз нужно продемонстрировать орфографическую грамотность. Тринадцатое задание проверяет правописание «не» и «ни» с различными частями речи. И готовясь к нему, я думаю, что здесь большую роль играет знание морфологии, потому что здесь непосредственно нужно вначале определить часть речи, а затем уже посмотреть, как пишется, какие условия выполнения задания. Ну, понятно, что у нас с глаголами, с короткими причастиями, депричастиями не пишется всегда раздельно, а вот прилагательные, наречия на «ое», причастие, здесь уже нужно смотреть и контекст, может быть, у причастия есть зависимое слово, и тогда будет писаться раздельно. Может быть, рядом с прилагательным стоят слова «вовсе», «отнюдь». Поэтому, если, к примеру, в среднем звене на протяжении многих лет отрабатывается определенно с каждой частью речи это правило, то вот в 11 классе здесь уже ребята обобщают, составляют таблицы, алгоритмы и уже повторяют сразу, да, правописание «не» с различными частями речи. Четырнадцатое задание – слитное, раздельное, дефисное написание слов. Тоже задание непростое, но ребята неплохо с ним справляются. Здесь представлены такие слова, как «так же и то же», «что бы», то есть в одних случаях они пишутся слитно, в других – раздельно. Большой пласт производных предлогов, продолжений, в течении. Кроме того, наречия также встречаются в этом задании. Пятнадцатое задание завершает блок по орфографии. Проверяется правописание одной и двух «н» в различных частях речи. И здесь тоже, опять же, без морфологии никуда. В основном здесь представлены прилагательные и причастия. Поэтому, прежде чем применить правило, необходимо вначале выявить какая-то часть речи, а затем уже правильно писать слово. В шестнадцатом задании в этом году изменилось немножко. Здесь расширен спектр материала и проверяет умение расставлять знаки припинания в предложениях с однородными членами и в сложносочиненных предложениях. Семнадцатое задание проверяет умение расставлять знаки припинания в предложениях с причастными, депричастными оборотами. А в восемнадцатом задании детям будут предложены предложения с обращениями и вводными словами. Вот сложнее всего выполнять задание, когда предложен стихотворный текст. Здесь обычно сложности у ребят возникают с расстановкой знаков припинания. Девятнадцатое задание – это нужно расставить знаки припинания в сложно подчиненном предложении. Его неплохо выполняют ребята. У нас процент в округе выше 70% успешности этого задания. А вот двадцатое задание уже намного сложнее, потому что здесь представлены предложения с разными видами связи. Бессоюзной, сочинительной связью, подчинительной. Поэтому бывают сложности. Одно из самых трудных заданий – это двадцать первое задание, когда нужно произвести фунтационный анализ текста. В этом задании представлены три формулировки. Например, найти предложение, в котором тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом. Или найди предложение, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем же правилом. Ну и, кроме того, предлагается найти предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем же правилом. Здесь нужно, во-первых, найти эти предложения, где, например, тире поставлены. Далее нужно посмотреть смысловые оттенки, выделить в соответствии с каким правилом ставится здесь знак припинания, а затем уже произвести классификацию, то есть выбрать только те, где действительно одно и то же правило. Ну, например, по тире – это могут быть предложения, тире между подлежащим и сказуемым. Ну, Москва – столица России, или наш брат – гордость. Кроме того, могут быть поставлены тире в бессоюзном сложном предложении или в неполном предложении, в приложении. Поэтому здесь мало знать только теорию, нужно еще как раз проявить умение показать, как на практике ты можешь верно расставить знаки, даже не расставить, а выявить предложения, в которых знак поставлен в соответствии с одним и тем же правилом. 22-е задание – формулировка его следующая. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Необходимо внимательно прочитать текст. Все мы знаем, что в последнее время большое внимание уделяется функциональной грамотности, которая включает такие направления, как естественно-научная грамотность, математическая грамотность, читательская грамотность, финансовая, глобальные компетенции и креативное мышление. И вот читательской грамотности уделяется огромное внимание. И вот это задание в том числе может проверить, насколько обучающийся умеет вычленять нужную информацию. И затем, когда ему предложены предложения, он действительно должен соотнести с тем, что написано в тексте и что ему предложено после текста. 23-е задание проверяет знания функционально-смысловых типов речи, таких как повествование, рассуждение и описание. И вот здесь, готовясь к этому заданию, ребята тоже вспоминают, что повествование – это всегда динамичность, это преобладание глаголов, это рассказывается о каком-то событии, что герой что-то делает и последовательно перечисляются его действия. В описании описывается либо предмет, либо человек, либо пейзаж. И вот здесь как раз нет той динамики, здесь мы наблюдаем статичность, а в рассуждении предложен тезис, который нужно доказать. И вот здесь используется и абстрактная лексика, и риторические вопросы. Но сложность заключается в том, что порой представлен фрагмент текста, в котором могут сочетаться разные типы речи. И вот тогда ребята путаются и делают ошибки. Или, например, они не видят ярко выраженного тезиса, и поэтому не могут определить, что это рассуждение. А третий порой просто понимает повествование, как это разговор о чем-то. То есть повествовать – это просто говорить. Хотя тип речи и повествование имеют совсем другие особенности. Поэтому вот 23-е задание, оно, я думаю, что здесь, готовясь к нему, нужно попрактиковаться и порешать эти задания. 24-е задание не вызывает сложность. Необходимо подобрать синоним к слову, либо антоним. Самое сложное здесь, когда дают фразеологизмы. Вроде бы дети все знают, что фразеологизм – это устойчивое сочетание слов. Фразеологизм можно заменить каким-то одним словом, переносным значением чаще всего. Но здесь дают фразеологизмы, которые мы чаще всего используем в нашей повседневной, обычной речи. И дети не считают их фразеологизмами, не видят вот этой устойчивости. Но чтобы было понятно, приведу такие, которые встречаются в различных вариантах. Это в конце концов то и дело. И вот тут действительно бывают сложности, что неужели это фразеологизм. Ведь я привык, что фразеологизм – это бить баклуши, валять дурака и тому подобное. 25-е задание непростое, я бы сказала. Оно проверяет средства связи. И вот здесь обучающимися предлагают среди предложений найти такое, которое связано с предыдущим, ну, например, с помощью притяжательного местоимения. Какие еще варианты могут дать? С помощью указательного местоимения. Повтора. Ну и так далее. Вообще, чем это задание хорошо? Оно проверяет в то же время и знание логики. Потому что если удачно подобрано средство связи, тогда речь плавно льется, и тогда действительно никаких логических нарушений не возникает. Ну и 26-е задание – это задание, которое проверяет знания выразительных средств языка. Здесь будут ребятам предложены тропы, лексические средства выразительности, синтаксические средства выразительности. Я помню, когда училась в школе, мы изучали такие средства выразительности, как эпитет, метафора, олицетворение, сравнение. Вот готовясь к единому государственному экзамену, ребятам, кроме уже названных средств выразительности, необходимо знать и другие. Ну такие, например, как порцеляция, градация. Также будут им предложены синтаксические различные средства. Поэтому необходимо, я думаю, составить такой словарик, определение, дать определение каждому термину, пример записать и потренироваться. И обратить внимание, что в самом задании уже есть подсказки. То есть, если сказано найти троп, значит, сразу из списка можно выбрать именно те, которые являются тропами. Тогда вы сузите объем материала, и проще будет не ошибиться. Ну и вторая часть. Вторая часть, вот, я думаю, что сейчас особое внимание уделяется именно подготовке детей в написании развернутого ответа на предложенный текст, да, как мы его называем, сочинение рассуждения. Почему большое внимание? Потому что 43% успешности зависит именно от выполнения этого задания. И вот скоро, совсем скоро, на следующей неделе, 1 декабря, ребята пишут итоговое сочинение, тоже не менее важную работу, которая является допуском к единым государственным экзаменам, и которая носит метапредметный характер, показывает, насколько обучающийся умеет дать ответ на поставленный вопрос, логично выстроить свое высказывание, подобрать аргументацию, написать красивое вступление, заключение так, чтобы запомнилась его работа, и при этом не допустить различного рода ошибок, таких как логические, орфографические, пунктационные, грамматические и речевые. У нас программа подходит к концу. У меня уже режиссер говорит, да, что программа заканчивается. Что бы вы пожелали нашим выпускникам? Каратенечко, настройте их на хороший лад, чтобы сдали ЕГЭ. Я думаю, что все получится, и хочу пожелать им, сейчас еще, в принципе, времени много, составить прямо план подготовки, так, чтобы все успеть, проработать те задания, которые вызывают наибольшую трудность. Кроме того, значит, в конце особенно учебного года выполнять работы целиком. То есть в школах будут все равно проводиться пробные экзамены, и в регионе у нас всегда проводятся, так, чтобы потом скорректировать, и еще обратить внимание на те задания, вот с которыми справиться сложнее. с которыми справиться сложнее. Хочу пожелать, конечно же, успехов, вот, вас верят родители, учителя, близкие люди, поэтому все получится, и всего только самого доброго. Спасибо, Ольга Николаевна. Я напоминаю, что мы говорили о том, что нужно учитывать, чтобы подготовиться к единому государственному экзамену по русскому языку, и гостем нашей студии стала Ольга Бароненко, методист гуманитарного цикла Ненецкого регионального центра развития и образования. До свидания, до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok